Официальные представители МИД РФ и КНР оценили эффект от показа киноленты «Второе рождение Поднебесной». Вышедший на экраны в конце сентября документальный фильм «Второе рождение Поднебесной» стал настоящим подарком к 70-летию КНР и российско-китайских дипломатических отношений. Лента, которая собрала отснятые советскими операторами уникальные кадры важнейших событий на заре нового Китая, является символом дружбы двух стран. Об этом в один голос заявили официальные представители Министерств иностранных дел России и КНР в интервью информационному проекту «Россия-Китай», события и комментарии. Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России. Мария Захарова, документальный фильм «Второе возрождение Поднебесной» уникальный проект. Фото, официальный сайт МИД РФ. По случайу 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и медиакорпорация Китая совместно запустили в эфир документальный фильм «Второе возрождение Поднебесной». Это уникальный проект. Этот фильм лучше всего отражает дух документального кино. Это хроники о Китае сразу после революции, об эпохе, которая стала судьбоносной для всего китайского народа. На кадрах можно увидеть много того, о чем я, как человек долго изучавший Китай, только читала. Традиции, старая архитектура Пекина, образ жизни людей, их эмоциональная реакция на происходящее. Одно дело литература, архивы, биографические воспоминания или записки. Другое дело видеть живую реакцию людей на происходящее. Важно понимать, как это было в жизни. И этот фильм дает такую возможность. Минус. Китайский продовольственный рынок станет более открытым. Фильм привлек внимание широкой российской аудитории, у которой есть интерес получать больше информации о стране-соседе. У нас есть все возможности, потенциалы и ресурсы для вывода отношений на совершенно новый качественный уровень. Создание соответствующего информационного сопровождения и фона играет важнейшую роль. В истории наших двусторонних отношений было много разного, но это и есть тот самый бесценный опыт, который является залогом будущего развития. Лидеры наших стран оценивают уровень двусторонних отношений как беспрецедентный. Этому есть наглядное подтверждение. Это и политический диалог, и динамика развития экономических связей. Это, конечно, и гуманитарное сотрудничество, которое развивается именно благодаря таким уникальным проектам, как фильм «Второе рождение Поднебесной». Хуа Чунин, директор Департамента информации и печати МИД КНР. Документальный фильм «Второе рождение Поднебесной» вызвал огромный интерес в Китае. Цветное изображение хроники с церемонии образования Китайской Народной Республики и установление депотношений между КНР и СССР глубоко тронули не только меня, но и огромное число людей. Хуа Чунин, показ киноленты говорит о том, что дружба между китайским и российским народами крепнет день от дня. Фото – официальный сайт МИД КНР. Установление депотношений между нашими странами стало крупным событием мирового масштаба. Благодарим наших российских друзей за этот трогательный и ценный подарок к 70-летию образования нового Китая и 70-летию установления депотношений между нашими двумя странами. Демонстрация фильма «Второе рождение Поднебесной» свидетельствует о том, что дружба между китайским и российским народами крепнет день от дня. Минус. Китайцы запатентовали свою копию. Toyota Land Cruiser 200. В настоящее время китайско-российские отношения находятся на самом высоком историческом уровне. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства вступили в новую эпоху. Они характеризуются самой высокой степенью взаимодоверия, самым высоким уровнем взаимодействия и стратегической ценности. В практическом сотрудничестве и гуманитарном обмене страны достигли ряда новых успехов. Мы провели перекрестные национальные годы, туризма, языков, молодежных обменов, СМИ, годы межрегионального сотрудничества. Сейчас мы приступаем к проведению годов высоких технологий и инноваций. Это содействует углублению взаимопонимания и дружбы между нашими народами. В нынешней международной обстановке особо важное значение приобретает дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия Китая и России. Китайская сторона надеется вместе с российской стороной в полной мере реализовать договоренности лидеров двух стран, продолжать укреплять политическое взаимодоверие, усиливать стратегическое взаимодействие, достичь новых успехов в китайско-российских отношениях в новую эпоху, внести новый вклад в содействие развитию и процветанию двух стран, а также обеспечение глобального мира и развития. Компании СМИ Медиа Корпорация Китая Компании СМИ Медиа Корпорация Китая